МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С формированием культуры пользования электронными сервисами Задать интересующий вопрос можно гостю в нашей группе ТВАН Радио ВКонтакте Мы ведем трансляцию на нашей площадке в Инстаграм В студии Надежда Андреева Здесь же работают мои коллеги, национальная телевидение Чуваши Доброго дня всем слушателям, телезрителям, пользователям пабликов Доброго дня, Кристина Андреевна Доброго всем дня, дорогие друзья Рада приветствовать вас из студии ТВАН Радио Цифровая грамотность Из каких аспектов, на ваш взгляд, она складывается? Ну, вообще, если говорить о цифровой грамотности Это такой многогранный аспект сейчас Это и информационная безопасность И коммуникационные какие-то компетенции Это и потребительские навыки владения вообще Какими-то цифровыми сервисами Поэтому здесь можно с разных сторон подойти Обсуждать цифровую грамотность Но вообще, если вот отойти немножко в прошлое И вспомнить, как мы себя вели, когда были маленькими детьми Школьниками Ну, вот Мы шли в школу Там что-то обсуждали Встречались с друзьями Назначали там После школы встречи какие-то У нас не было ни сотовых телефонов Дай бог, телефон домашний Только было кого-то, да? То, соответственно Общались больше, наверное Непосредственно лично Читали книжки Простые, да? Бумажные книжки Назначали встречи И общались с родителями То сейчас у нас Совершенно другое потребление Совершенно другое поведение И меняется Абсолютно Даже смотря на своего ребенка Я понимаю, что он знакомится в интернете Общается в интернете Ссорится в интернете И у него есть даже друзья Которых он никогда не видел Он познакомился с ними в интернете На какой-то площадке И с ними переписывается Поэтому мир, конечно, изменился И здесь очень важно Ну, во-первых Не пойти полностью на поводу Всех этих новых изменений Сохранять какой-то баланс И с другой стороны Уметь всем этим пользоваться И безопасно этим пользоваться Потому что есть и масса негатива В связи с разными цифровыми сервисами Тот же и троллинг Который там Распространен сейчас К сожалению И от этого нужно детей обезопасить Конечно, здесь можно разделить И цировую грамотность Для людей старшего поколения Для них это просто Возможность и умение Владеть навыками даже Поиска информации Например, в интернете Возможность Использовать социальные сети Для себя Те же одноклассники Вконтакте Найти там массу своих сторонников Друзей И как-то провести досуг Разнообразить свою деятельность Ну и, конечно, это дети Которые гораздо быстрее Все схватывают И уже многому, наверное В курсе Родители своих могут научить Да, разным Разным фишкам Которые мы не знаем Вот Поэтому, конечно Здесь в том числе Еще можно говорить Об информационной безопасности О безопасности Что нам Конечно Никому нельзя давать Свои персональные данные Их нужно беречь И соответствующие законы На этот счет есть Не зря мы там Подписываем Эти все согласия На обработку персональных данных Чтобы никакие Злоумышленники Ими не воспользовались Вот В то же время Сами Люди Публикуя Полностью Свою жизнь Чуть ли там Не каждый час Чем они занимаются Да Все это Фотографируя Выкладывая в сеть Тоже дают массу Дополнительной информации Мошенникам Да Воспользоваться Мошенничество сейчас Действительно Очень изощренное И зачастую Те звонки Которые поступают Жителям Они Даже в том числе Там могут голос подделать Да Там Даже на какого-то Ублизкого И можно поверить И оказаться Там совершенно обман Поэтому нужно быть Очень бдительным Осторожным Особенно со своими данными С раскрытием информации Там о своей семье Выкладыванием Каких-то фотографий Постов Потому что люди Пишут Где они находятся Демонстрируют Там какие-то Может быть Предметы роскоши Да Что сразу привлекает Злоумощников Здесь нужно быть Очень осторожным Вот Поэтому цифровая грамотность Ну такой многогранный аспект Да Это поведение И в интернете Потому что Все сейчас Оставляет цифровой след Ты даже когда-то Что-то где-то написал Что-то где-то лайкнул Репостнул Да Это все сохраняется И поверьте По каждому Можно посмотреть Полную историю Хотя человек Может быть Уже даже и забыл Что такое вообще С ним было И происходило Где и как Можно получить знания Чтобы не отставать От тенденций Современности И быть грамотным Пользователем Есть ли у нас клубы Есть ли возможность Пройти курсы По использованию Электронных сервисов Если мы сейчас говорим О пожилом Например Да Ну конечно Для пожилого возраста На самом деле Масса всего есть Я знаю Что у нас В республике В том числе И с привлечениями Нашей соцслужбы Проводятся разные занятия С пожилым возрастом Это и партийные Разные истории Там волонтеры Серебряного возраста Где уже людей Учат непосредственно Работе в интернете Поиска информации Работе в соцсетях Не бояться Не бояться этого Да Даже просто Пользованию компьютером Потому что Ну честно скажу Моя мама Не очень умеет Пользоваться компьютером Хоть у нее конечно есть Но ей тоже Не просто было Овладеть навыками Быстрой печати Это для нас тоже Потому что мы Со школьного возраста Грубо говоря Печатаем на компьютере А люди старшего возраста Они привыкли Писать от руки И для них Вот медленно Вот это набирание Да Им нужно тренироваться А сделать какую-то презентацию Например Ну это как бы Вау Да Это непросто Ну они это воспринимают Прямо Когда что-то получается Как чудо какое-то Поэтому этому нужно Точно учить Ну и все-таки Мы потихонечку Уходим В электронный мир Да Когда и взаимодействие С государством Он осуществляется В электронном виде С одной стороны Конечно да Это удобно Это быстро Тем более Все сейчас переходит К принципу В один клик Ты там Любую госуслугу Можешь с помощью Одного клика Заказать И это там Действительно Ближайшее будущее Будет реализовано В том числе У нас в Чувашии Мы сейчас С коллегами Там Большую работу В этом направлении Проводим Чтобы упростить Максимально Все эти процедуры Вот Но С другой стороны Все больше и больше Мы вот Людей Загоняем В этот электронный формат Ну не все этого хотят Это тоже Объективная реальность Конечно Там Бумажные какие-то Варианты Они тоже останутся Без этого нельзя Потому что Ну вот трудовая книжка Да Если например взять У нас есть Трудовая книжка Уже электронная Вообще есть Ну у кого-то же еще У кого-то она есть Бумажная Да У кого-то она уже Есть электронная И там Много что государство Придумало уже На мой взгляд Это удобно Мне тоже кажется Что это удобно Потому что Ну потерял ты Свою трудовую книжку Потерял А так она у тебя останется Ну и вообще Все электронные услуги Это 24 часа в сутки 7 дней в неделю Не выходя из дома Да А еще и скидки Да Я там Тоже не дам Права меняла Ну очень хорошо То есть это Немаленькая сумма Да Тут раз Ты получила скидку Очень приятно Ну Да Разумеется Да Вообще замечательно Когда на всю семью Ты сделала скидкой Почему бы не Вот Поэтому Да Все в электронный вид Но Привычки остаются привычками Привычки остаются привычками Да Мир меняется конечно Если брать Интернет площадки Какие рекомендуете вы Для повышения Цифровой грамотности Ну молодежь сейчас У нас Имеет Для этого Все С молодежью Все в порядке С молодежью С детьми все в порядке Здесь скорее Вот именно про Старшее поколение Старшее поколение Старшее поколение Оно больше привыкло К какому-то очному общению Мы же их не уведем В интернет Для того Чтобы там Они получились Цифровой грамотности Это прям Ну какие-то Личные встречи Может быть Встречи с коллективами Мы вот недавно По финансовой грамотности Проводили Такое Расширенное заседание Совет Там при Министерстве финансов Там тоже Много уважаемых Коллег присутствовало И мы пришли к выводу Что Да Надо про это рассказывать Но именно В очном режиме Даже Пользование Теми же банковскими картами Что нельзя Код Пин-код Написать На своей банковской карте Да Люди доверчивые Ну конечно Очень доверчивые И это порой Создает определенные трудности Обсуждаем актуальные вопросы Встречаемся с гостями В студии Ведем открытый диалог Гость нашей студии Сегодня Министр цифрового развития Информационной политики И массовых коммуникаций Кристина Майдина Еще раз Добрый день Да Добрый день Всех приветствую Все Все вот эти Какие-то Стремления Это все Здорово Это все Ведет к тому Что Мы должны быть в курсе Мы должны Быть В тренде Скажем так Да И цифровая трансформация Еще одна тенденция Современности Вот Если брать нашу республику Что на сегодняшний день Уже внедрено И эффективно работает Вот такой вопрос Кристина Андреевна В республике На самом деле Создан очень хороший задел Который Просто нужно развивать Дополнять Укрупнять Объединять То есть Все предпосылки На самом деле Есть И институты Соответствующие Созданы И работают У нас На сегодняшний день Ну например Да Хорошие успехи Сейчас республики Я назову Например В сфере медицины Медицина у нас Вообще Передавая И республика Здесь занимает Четвертое место По России По внедрению Ну есть такой Национальный проект Проект Он называется Электронное здравоохранение Это внедрение Медицинских Информационных систем Которые автоматизируют Совершенно Разные блоки Начиная от регистратуры Заканчивая Родовспоможением Архивы Медицинских Изображений То есть Много таких Испециализированных Вещей И Те вещи Которые лежат На поверхности Электронные Медицинские Карты Для того Чтобы можно было Увидеть Историю Болезни Историю Посещений И вообще Все твои анализы Не перенося Это на бумажках Все это Делая Здесь и сейчас Конечно Чтобы у каждого врача Была возможность Посмотреть Предыдущие Все эти записи И сделать Правильный Результат Коллеги далеко Ушли вперед И обогнали Многие регионы Вот Они большие молодцы Также у нас Например В отрасли образования У нас есть Электронные дневники Да У всех Электронный журнал Электронный дневник Удобно Это уже Конечно Уже Как это Раньше делали Второй дневник Дети заводили Да Сейчас уже не заведешь Все оценки видны И сразу же Средняя видна Четвертная И как твой ребенок В отношении Других ребят В классе Да Тоже это есть В принципе Инфраструктура Создана Все уже даже Привыкли С этим работать Нужно просто Немножко Сейчас нам Доделать И выбрать Все-таки Единое Платформенное Решение На базе Для которого Будет собираться Вся статистическая Необходимая Необходимая информация Вот коллеги Вчера Вместе Те топ Те топ И упрощая Мы уже запустили И посмотреть И посмотреть Здесь и сейчас Уверена Район Район Республики Немножко Это чтобы Максимальное Количество Наших населенных Пунктов Были обеспечены Связью Высокоскоростным Интернетом Да И здесь Мы достаточно Серьезно Работаем С нашими Телеком Компаниями И реализуем Федеральные Инициативы Это прежде всего Наш нацпроект Цифровая экономика Где там Обеспечиваются Связью Социально значимые Объекты А наша задача Уже эту связь От этих Социально значимых Объектов Довести в каждый дом Чтобы все Имели техническую Возможность Вот этого Подключения Причем Чтобы село Могло подключиться За такую же цену Как и город Это совершенно Несправедливо Когда это Ну какие-то там Другие цены Там более дорогие На селе Вообще должно быть Наоборот Я считаю Потому что Все-таки Люди в городах Они более Мобильные И даже Наверное Финансово Обеспечены Вот Поэтому это Интернет В каждый дом Дальше Те решения Которые мы Разрабатываем Вместе с отраслями Экономики К ним просто Муниципальное образование Присоединяются Они по сути Просто пользователи Поэтому Республика Она задает тренд Муниципалитет Всегда учитываются И Мы их таким образом Подтягиваем Но На что Еще хотелось Заострить внимание Вот Для того Чтобы появился Скоростной интернет Но это В том числе Может быть И посредством Сотовой связи Да Мы все знаем Что у нас Это 3G И 4G В перспективе Уже 5G Где там Большие скорости Передачи данных У нас Почему-то В республике Сложился Такой миф Что сотовая связь Это как-то Вредно И В общем Есть Определенные районы Определенные Населенные пункты Где Идет Какое-то Противоборство Этим базовым станциям Всех призываю Наоборот Содействовать В установке Потому что О какой-то цифровизации Можем говорить Если мы Создаем препятствия Если мы создаем Препятствия Конечно Мы даже Специально Вот С программой На НТРК Сделали Отдельный Отдельный сюжет Где мы Рассказали Вместе с экспертами Вместе с Роскомнадзором Насколько Все это Безопасно Что есть Все необходимые Заключения Санитарного Эпидемиологические Микроволновка Гораздо Вреднее Чем базовая станция Сотовой связи Потому что Они на самом деле Стоят сейчас Практически На каждом учреждении Потому что Чем выше скорость Передачи данных Тем Плотнее Идет Их установка И застройка Это еще один момент К тому что Грамотность свою В этом вопросе Надо повышать Надо изучать Надо изучать И когда Люди выходят И говорят Что это вредно Но конечно Это не так Все предусмотрено Все продумано Наша беседа продолжается Гость нашей студии сегодня Министр цифрового развития Информационной политики И массовых коммуникаций Кристина Майнина Вопрос следующий Созрел у меня Вот какой Не пугайтесь Он состоит из нескольких Хорошо Кто может получать Выплаты на детей От 3 до 7 лет Какие должны Учитываться При назначении Моменты Куда обращаться За оформлением На эти И многие другие вопросы В республике Отвечает сегодня Электронный помощник Да В телеграм Заработал Друзья Чат-бот Почему именно На эту тему И как выстроена Работа этого чата Ну Вообще Чат-бот Это такая Сейчас мне кажется Уже данность И конечно Когда появляется Какая-то новая тема Люди Ей активно Интересуются Пытаются найти Там Быстро Какую-то Необходимую Информацию И По сути Однотипными Вопросами Засыпают Ну Например Какое-то Конкретное Министерство Да И коллеги Понимают Что все спрашивают Одно и то же И почему бы Это не типизировать И не автоматизировать Для того чтобы Ну Просто В легкой Удобной форме Можно было Любому посмотреть А не пытаться Звонить Куда-то И не дозвониться И расстроиться По этому поводу Поэтому мы Вот вместе С Минтрудом Такую проявили Инициативу Это даже наша Была инициатива Чтобы опробовать Эту технологию Посмотреть Насколько она Будет востребована И уже в дальнейшем На какие-то Такие вот Новые события Реагировать Да Реагировать Использовать Поэтому здесь все просто Здесь просто Типовые вопросы Которые вот Стали задавать Просто люди Мы их Классифицировали Написали определенный Скрипт с ответами И сделали Чат-бот Это нам на самом деле Вообще Нисколько не стоило Просто там Креатив и задумка Вот Насколько я знаю Его разработали Наши местные Программисты Да Это сделали Ребята Из Центра информационной Технологии Это подведомственное Учреждение Коллеги Из Министерства Труда Они уже Конечно Сгенерировали Ответы В какой-то легкой Простой форме Не там В исполнении Постановления Правительства А как-то Простыми словами Для людей Потому что Конечно Мы для этого И нужны Вот И мне кажется Что получилось Здорово Конечно Его нужно Дополнять Потому что На что-то Может быть Кто-то не получил Ответ Но мы тоже За этим Следим И чутко Реагируем Если Много Запросов На какую-то Тему А чат-бот Не отвечает Мы просто Скрипт Это дополняем Здесь конечно Это не какой-то Искусственный Интеллект Который Обучается Это не нейросеть Это более простая Технология Но тем не менее Она мне кажется Сея Достаточно достойно Показала Вот посмотрим По результатам Потом Сколько людей Воспользовались И тоже дадим Какую-то информацию В СМИ Чтобы иметь Обратный связь Вот само направление По программированию И внедрению Искусственного интеллекта Вот в будущем Как вы планируете Работу в этом направлении Поддерживать Вообще Мне кажется Искусственный интеллект Это Ну есть же Сквозные цифровые технологии Это там даже Определенный перечень И вот Искусственный интеллект Как раз Одна из сквозных Цифровых технологий Которая в принципе Может быть применима Ну почему сквозная Потому что применима В любой отрасли И действительно Искусственный интеллект Можно Там использовать Повсеместно Где угодно Даже вот У меня Есть такой интересный пример Где Одна моя коллега Распознает С помощью искусственного интеллекта Крабов На рыбном заводе Если раньше Это делали люди То есть люди Выбирали Там Одного краба В одну корзинку Другого В другую Но сейчас Это делает Искусственный интеллект Потому что Это Конечно же Определенное обучение Это Разметка данных Прежде всего Когда мы Обучаем Нейросеть Мы Однотипные Задачи Помечаем И соответственно Таким образом Обучаем Здорово Да Искусственный интеллект У нас Например Ребята В тех же IT-кубах Они тоже Занимаются Искусственным интеллектом Вот IT-клуб Куб А, куб Но есть Конечно Более сложные задачи Например В медицине Когда ты Отделяешь Там Снимок Здорового человека Легких Например От пораженного участка Здесь уже Конечно Без специальной Компетенции Образования Не обойтись Это ответственный момент Пошлику недопустим Здесь нужны врачи Врачи Практикующие Которые Постоянно этим занимаются Поэтому Искусственный интеллект Применим сейчас Вообще Практически Во всей сфере И Кстати Мы В рамках Нашего Форума Который будет Чувашия Трансформация Планируем подписать Соглашение С Ассоциацией Искусственного интеллекта Российской Федерации Коллеги к нам приедут Они будут в том числе У нас спикерами На площадке Цифры в действии И Здесь мы планируем Открыть Такой центр В Чувашии Для того Чтобы Те предприятия Которые Хотя бы немного Задумываются Вот о применении Искусственного интеллекта У себя Мы Непосредственно Будем выходить с ними В поле Так скажем Помочь Доформулировать Задачу То есть Что нужно сделать Мы Потому что Профессионалы Четко видно Где можно Вот Непосредственно Внедрить такие вещи И как-то Облегчить Работу Переделать ее Да С другой стороны Вот И соответственно Потом будем предлагать Уже какие-то Конкретные решения Это может быть Существенный интеллект Он применим И в видео Каких-то В обработке Видео Аудио Каких-то Визуальных Вещей Сфера применения Очень широкая Да Эти девушки Ответственные За цифру И Они так активно Все включились Мне так это приятно Потому что мы Когда вот я В республике Появилась Ну мы немножко На разных языках Говорили А сейчас мы уже Все друг друга Очень хорошо понимаем И нацелено На один результат Поэтому здесь По каждой сфере Однозначно Будут изменения Конечно Они Касаются И внутренних Каких-то процессов Внутри ведомств Потому что у нас тоже Много чего Можно было бы Поменять Упростить И Те сервисы Которые будут Касаться Жителей Это и В плане Транспорта И в плане Культуры И досуга В плане Туризма Экономии Экономики Маркетплейсов Для бизнеса То есть мы Стараемся Помогать людям Упрощать их жизнь Убирать вот эти Границы И барьеры Потому что Государство Оно Безусловно Раньше говорили Государство Как сервис Сейчас уже Я побывала На экономическом форуме Говорят О человекоцентричности Что Государство Заботится О своих людях И мы Непосредственно Государевы Служащие Это наша Основная обязанность Наш долг Помогать людям Конечно Помогать И да Делать жизнь Комфортнее Удобнее И проще В завершении Каждой встречи Всем гостям Нашей программы Мы традиционно Задаем один и тот же вопрос Так И это стало Действительно Таким Хорошим моментом Приятным Какими будут Ваши пожелания Жителям Чуваши Жителям Чуваши Жители Чуваши Вообще Мне кажется Очень продвинутые Очень Открытые И Открытые В том числе К изменениям И я бы Пожелала Брать и делать То есть Ну вот Если Пришла идея Если пришла идея Не бояться А пытаться Реализовывать ее В жизни Не прятаться Не закрываться Не стесняться А пробовать Внедрять Экспериментировать Творить И я уверена Что у жителей Чуваши Вообще все получится Они очень Большие молодцы Очень Творческие Очень активные Продвинутые На самом деле С очень большим количеством Людей Таких удивительных Здесь познакомилась И Очень рада Что Вот они Меня окружают Спасибо Что нашли время И посетили нашу студию Приятно было Встретиться Пообщаться Узнать Полезную информацию Всего доброго Спасибо Надежда Всего доброго До новых встреч Да Будем рады Нашим новым встречам На актуальные вопросы Сегодня отвечала Министр цифрового развития Информационной политики И массовых коммуникаций Чувашской республики Кристина Майнина В студии была Надежда Андреева Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин